В ноябре сотрудники ФСБ ворвались в частные реабилитационные центры для зависимых от алкоголя и наркотиков. Начало и решение. Как заявили силовики, там насильно удерживали более 40 человек, которых унижали и наказывали методами, граничащими испытками. Это с двумя. И если кто-то не прав, то есть варят кастрюли в перловке, садится в центр и ест, то есть траверт его, ест, траверт, пока все не съест. То есть 4-5 часов он ест и ест. Спальное помещение. Здесь люди имели возможность отдыхать в темное время суток. Кому требовался отдых, здесь люди приходили, отдыхали, сидели, занимались какими-то своими личными делами. Это турник, теннисный стол и штанга, станок. Здесь люди поправлялись в физическое здоровье. Центр Начало есть только в Саратове. После визита силовиков он закрылся. Реабилитация зависимых проходила по особой мотивационной программе, рассчитанной на полгода. Стоимость в среднем 60 тысяч в месяц. Туда обращались люди со всей России и стран ближнего зарубежья. Мой близкий человек попал в реабилитационный центр Начало. Никаких с его стороны жалоб или что-то на работу сотрудника реабилитационного центра Начало не было. Я говорю это открыто, откровенно. Денис – наркоман. Он прошел полный курс реабилитации в начале. Своё первое внутривенное введение я сделал в 1994 году. Мне было 14 лет. Я проупотреблял 24 года. Дошло до того, что я употреблял на глазах у своих детей. Я просил старшего сына держать мне руку, перевязывать её после внутривенного введения. И в конце концов я понимал, что я уже даже не зверь, я уже непонятно что. То есть 6 месяцев я пробыл в центре. Когда мне было здесь плохо, я неоднократно хотел отсюда уйти, но не знаю как воле судьбы. Я обращался к консультантам. Они мне давали настав, делились своим опытом выздоровления, что возможно жить. И начало, и решение внесены в реестр организаций по реабилитации больных наркоманий правительства Саратовской области. Но на законодательном уровне их деятельность не регулируется. По статистике, именно в Саратове у нас на данный момент зарегистрировано 9 тысяч наркозависимых и около 8 тысяч людей, которые испытывают проблемы с алкогольной зависимостью. Все эти люди приезжают на реабилитацию, то есть дают соглашение добровольное о прохождении реабилитации. Если никто никого не держит, двери открыты, любой человек может покинуть реабилитационный центр. Что делать? Этот вопрос задает каждый, кто столкнулся с этой проблемой. Центр решения после вторжения ФСБ продолжает работу. Это большая сеть терапевтических сообществ в России для помощи зависимым. Там применяют американскую программу «12 шагов». Основатели заявляют о риске закрытия центров решения по всей стране. В их поддержку зависимые и родственники создали петицию. Многие прошли реабилитацию и в начале. За время выхождения реабилитации в реабилитационном центре решения меня не обливали, не оказывали никаких физических воздействий, меня не унижали. Большой материнский поклон всем специалистам решения. За тот период, пока мой сын находится в центре, в нем произошли кардинальные изменения. Он ставит здоровые, правильные цели на свою будущую жизнь. Я хочу сказать огромную благодарность специалистам центра за то, что сейчас наша семья живет нормальной жизнью. Это их заслуга. Я видела запись ФСБ. Я слышала, как говорят пациенты, о том, что с ними происходит. Так вот ходили, да? Да. А вот это просто такая-то, да? Да, нет. А тяжелее, да, можно? Можно. Можно найти самый темный угол, поставить самого больного человека, скажем так, который в уме, который живет только наркотик, он скажет на камеру все, что угодно. Не стоит, короче, просить забрать отсюда, то есть... Родственников. Да, потому что вы можете не велеть свои надежды, с ними работают, то есть, именно специалисты психологии. Да, возможно, методы бутылки, там, допустим, тяжести. А какую тяжесть, если родственник, когда находился такой агрессивно употребляющий, активно употребляющий наркоман, в каких условиях они жили, одев один раз шину себе на плечо и поносив ее, и сняв, он, может быть, почувствует, как, может быть, легко. Родственники уверены, что методы, которыми лечили в центре, единственное, что может остановить наркомана и алкоголика. Государственных учреждений такого профиля мало. Государство свою функцию не выполняет. Государственных реабилитационных центров на всю Россию 5. Они не работают, они не функциональны. Нет закона о принудительном лечении. Туда может наркоман поступить, а завтра скажет, знаете что, до свидания, я пошел. И они его держать не могут. Если ношение дверей и шин приводит к избавлению от наркомании, то надо включать в государственные программы и носить двери и шины. Представители решения предполагают, что у них хотят отнять бизнес. Такая же ситуация может быть и в начале. Мой взгляд, что это ниша. И, естественно, она перенаполнена, возможно. Какая-то колбаса лучше, какая-то хуже. Схемы подобного такого же плана происходят. Естественно, чтобы выставить что-то свое, к сожалению, к большому, надо обесценить что-то другое. Из тех людей, которые ушли отсюда, которых вывели отсюда органы, 90% этих людей, которые ушли, они употребляют. Я знаю точно, что один из тех людей, которых покинули центр, он умер. По факту деятельности реабилитационных центров «Начало и решение» возбудили уголовное дело. Под подозрением несколько сотрудников. Им грозит до пяти лет тюрьмы за незаконные лишения свободы двух и более лиц. Илья Матушкин, Валерия Повелко, Андрей Крахмалев. Свободные новости.